Сложное. Я посмотрела фильм «Реквием по мечте» Аронофски. А я когда-то пыталась его смотреть, но там вот эти все гниющие руки, как силовые эти, я подумала, какой ужас. А недавно у меня была депрессия глубокая, я подумала, о, фильм про гниющие руки, здорово, посмотрим. Я посмотрела, и я была в абсолютном восторге от этого фильма, потому что Аронофски снял идеальный фильм про внутреннюю пустоту. Это вот единственная мысль этого фильма. И потом я зачем-то полезла читать критиков. А критики стали писать о том, что это фильм про то, как ломаются американские мечты, как люди не могут достичь своей мечты и так далее. А на самом деле единственный смысл этого фильма в том, что... Ну, вы помните, да, этот фильм «Реквием по мечте»? Да? Да? Но единственная суть этого фильма в том, что эти люди пустые, внутри. И из-за этого это всё происходит. И я села и написала свой рассказ про внутреннюю пустоту. Давай сюда пониже октавы, сюда получше. И вот она бьёт его с размаху по лицу. И сразу ей стыдно, не выдержала, сорвалась. А он берёт её за горло и прикладывает ломкими позвонками к стене. И так они замирают. И челюстью обоих сжата и смотрят друг на друга так, что кроме этого взгляда ничего не существует сейчас на земле. И так невыносима и вместе, и врозь, а внутри у обоих любовь. Больная, горячая и воспалённая. И оба знают об этом, и оба не знают другой любви. В детстве отец водил её на собачьи бега. Собаки бежали по кругу за кроликом. Отцу нравилось. Ей тоже. В детстве отец брал его с собой на рыбалку. Он плакал, что из рыбы надо рвать крючок, что рыбе больно. Он спрашивал, куда попадает рыба после смерти. А отец молча смотрел на поплавок, словно в лодке был только он один. И вот они смотрят друг на друга. И оба понимают, что падали в то, с чем боролись годами. Сначала ведь говорили, договаривались, старались. А теперь бросили, и сделать уже ничего не могут. Просто летят по инерции прямиком в обрыв. И лица уже все в пыли разбитые. А всё умудряются на лету поймать друг друга в фокус дрожащего зрачка безумные. Возле самого края они на секунду замирают. А руки совсем мокрые, скользят. И они глазами... И она глазами говорит ему, это же ты меня убил. А он отвечает, это ты. И оба права ведь. Он не выдерживает и соскальзывает первым. Она могла бы, может быть, ещё выбраться, подтянуться. Но над обрывом нависает и смотрит ей в глаза пустота. И она, не думая, струной и ласточкой, вытянув тело, летит следом за ним. Она догоняет его в полёте, обивает руками за шею. И последнее, что чувствуют они, это запах друг друга. Самый лучший из запахов. Запах, который больше смерти. Запах летящего впереди кролика. Запах отсутствия пустоты. Запах, в котором перестаёт быть страшно. Спустя две секунды они уже лежат на дне бездонного ущелья так глубоко, что их не видно. И никто не знает, и никто никогда не узнает, что такое это всепоглощающая внутренняя пустота, страшнее которой нет ничего на свете. В понедельник они оба придут на работу и будут для всех по-прежнему улыбающимися нормальными людьми. Спасибо за просмотр!